Самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений остается односторонний выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому вынужден, просто вынужден остановиться на этом чуть подробнее. Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружения, а Россия и США нет. Мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение дел, конечно же, может вызвать вопросы, понятно. Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы лучше, как вот в 2002 году. Из ПРО вышли, все в открытую, по-честному. Хорошо или плохо, другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но сделали, так и все. И здесь надо было так поступить, именно по-честному. Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу. Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет «Тамагавк», США эти требования договора прямо и грубо нарушили. Ну сделали же это уже давно. В Румынии уже стоят эти пусковые установки. И ничего, вроде как ничего и не происходит. Ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. И это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Что это значит? Скажу уже сегодня, прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...